Беседа 27. Бытие 8.20 Вчера мы видели благость человека, любивого Господа, как он вывел праведника из Ковчега, освободил его от пребывания в нем, избавил от этого тяжкого и страшного заключения и наградил за терпение, сказав «плодитесь и размножайтесь». Сегодня посмотрим на признательность и благодарность Ноя, которую он приобрел в себе еще больше и высшее благоволение Божие. Так всегда поступает Бог, когда увидит, кого благодарным за прежнее, то не спосылает Ему еще большие дары. Постараемся же и мы возносить Господу посильную благодарность за благо, нам, дарованные от Него, чтобы нам удостоиться еще и больших, и не будем никогда забывать оказанных нам благодеяний Божиих, но всегда будем содержать их в уме нашем, дабы памятование об них побуждало нас к постоянной благодарности, хотя они так многочисленны, что ум наш не в состоянии исчислить Божие щедроты к нам. В самом деле, кто может и представить себе все, что уже нам даровано от Бога, что обещано, что подается каждый день? Он привел нас из небытия в бытие, даровал нам и тело, и душу, сотворил нас существами разумными, дал нам этот воздух для дыхания, устроил всю тварь для рода человеческого, и восхотел сначала, чтобы человек наслаждался пребыванием в раю, проводил жизнь без печали и без всякого труда, и, будучи в теле, ничем не уступал ангелам и бестелесным силам, но был выше нужд телесных. Потом, когда человек по беспечности был уволен лестью дьявола посредством змея, Бога тогда не перестал благодетельствовать преступному грешнику, но в самых наказаниях, как я сказал уже вчера, явил избыток своего человеколюбия и оказал ему многоразличные бесчисленные благодеяния. А наконец, когда по умножению в последующее время рода человеческого и уклонении его к нечестию, Бог увидел, что раны неизлечимы, то есть рябил творящих зло, как бы некую вредную закваску, оставив этого праведника Ноя с тем, чтобы он стал корнем и начатком рода человеческого. И смотри опять, какое являет ему благоволение. От этого праведника и от сыновей его он благоволил размножить роды человеческие до такого великого числа, постепенно избирал праведников, то есть патриархов, и поставил их для прочих людей учителями, которые могли всех назидать своими добродетелями и подобно врачам врачевать болевших. Он ведет их то в Палестину, то в Египет, упражняя этим и терпение рабов своих, и вместе с ней открывая собственную силу, и постоянно потом продолжал заботиться о спасении людей, посылая пророков и через них совершая знамения, чудеса. Кратко сказать, как морских волн мы никогда не можем перечислить, хотя бы тысячу раз принимались за это, так не можем исчислить и разнообразных благодеяний Божий, которые Он явил роду нашему. «Наконец, когда Бог увидел, что и после такого промышления естество человеческое имеет еще нужду в великом и неизреченном человеколюбии, и что нисколько не помогают ни патриархи, ни пророки, ни те изумительные чудеса, ни наказания и внушения, так часто повторяемые, ни те пленения, непрерывно следовавшие одно за другим, тогда, как бы жалившись над нашим родом, послал к нам врача душ и телес, воздвигнув, так сказать, от отеческих недр, единородного Сына Божия, своего, который благоволил принять образ раба и родиться от девы, жить вместе с нами и претерпеть все наши нужды, дабы нашу природу, лежащую долу от множества грехов, возвести от земли на небо. Этому-то удивляясь и представляя чрезмерность любви Божией к роду человеческому, сын гробов восклицал, ибо так возлюбил Бог мир. Смотри, какое удивление выражается в этом изречении, словом «так» указывает на важность того, о чем хочет он сказать. Вот почему он вначале начал так. «Скажи же нам, блаженный Иоанн, как так? Укажи нам меру, покажи величие, открой превосходство любви. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Видишь, причина пришествия Сына Божия та, чтобы люди, которым угрожала погибель, получили спасение через веру в Него. Кто может обнять мыслью великое, дивное и непостижимое для ума благоволение, которое Бог явил нашей природе в даре крещения, даровал нам отпущение всех наших грехов? На что и говорить. Ни мысль, ни состояние, ни слова, ни силах исчислить прочих благодеяний Божиих. Сколько бы я ни сказал, остальное все еще будет таково, что своей еще измерностью произойдет то, что уже сказано. Так кто может постигнуть умом, тот путь покаяния, который Бог по неизреченному своему человеколюбию открыл роду нашему, и после дара крещения те чудные заповеди, посредством исполнения которых мы, если захотим, можем снискать его благоволение. 270. Видишь, возлюбленный, бездну Божиих благодеяний. Видишь, сколько их мы перечислили, и однако ж не могли пересказать и малой части их. Как в самом деле может человеческий язык изобразить словом то, что сделано для нас Богом? И между тем, как столь многочисленны и велики эти благодеяния, еще гораздо больше и не изъяснили те блага, которые он обещал после здешней жизни, в будущем веке, идущем по пути добродетели. Блаженный Павел желая в немногих словах представить нам чрезмерное их величие, и говорит, их же око не видело, ухо не слышало, и на сердце человеку не приходило, что приготовил Бог любящим его. Видишь чрезмерность даров, видишь, что его благодеяние превышает всякое понятие человеческое, на сердце, говорит, человеку не приходило. Итак, если мы захотим размышлять о них и воздавать по силам нашим благодарность Богу, то можем и снискать еще больше его благоволения и возбудить в себе сильнейшее расположение к добродетели. В самом деле, памятование о благодеяниях сильно возбуждает к подвигам, добродетели, и располагает человека презирать все настоящее, прилеплять себя к столь великому благодетелю и ежедневно выказывать живую любовь к нему. Вот почему этот праведник, Ной, удостоверился такого благоволения и почести от Бога за то, что показал великую признательность за прежнее благодеяние. Но чтобы слово наше было для вас яснее, надо бы предложить вашей любви самое начало сегодняшнего чтения. После того, как Ной по повелению Господа вышел из ковчега вместе с сыновьями, с своей женой, с женами сыновей, со всеми зверями, птицами, и по выходе принял от Бога весьма утешительное для него благословение, плодитесь и размножайтесь, Божественное Писание показывает нам признательность праведника и говорит «И устроил мой жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвенники». Усматривает тщательно возлюбленный из этих слов, как создатель всяческих, саму и природу нашу, вложил точное понятие о добродетели. Откуда в самом деле, скажи мне, пришло это на ум праведнику? Ни в коем другом он не видел примера для себя, но как вначале сын первого человека, то есть Авель, по собственному внутреннему побуждению принес жертву Богу с великой разборчивостью, так и теперь этот праведник возносит посредством жертв благодарность Господу по собственному произволению и здравому рассуждению, как только мог и как судил по-человечески, и посмотрит, с какой великой мудростью он все делает. Ему не понадобилось невеликолепное здание ни храм, ни какой-нибудь чудный дом, ни другое, что он знал, хорошо знал, что Господь ищет только доброго расположения. И вот, устроив нас корожертвенник, и взяв некоторых из числа животных и чистых птиц, он принес жертву всесожжение, и этим сколько мог, выразил искреннюю свою признательность, а человеколюбивый Бог, приняв эту благодарность, увенчал его усердие и вновь явил ему свое благоволение. И обонял Господь Бог приятное благоухание, и сказал Господь Бог в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого, зло от юности его, и не буду больше поражать всего отживущего, как я сделал. Видишь, как расположение приносящего сделало благовонным дым и смрад, и все, что ни было неприятного при этом сожжения животных. Вот почему Павел и сказал, ибо мы, Христово благоухание, спасаемых и погибающих, для них запах смертоносный на смерть, а для других запах живителей на жизнь. 2 Коринфянам 2.15 Не соблазняйся грубостью выражения, но причиной такого снисхождения в словах, признав собственную твою слабость, уразумей отсюда, что приношение праведника было приятно Богу. А чтобы мы с самого опыта могли узнать, что сам Господь не нуждается ни в чем, и жертву Ной его благоволил принять ни для чего другого, как для возбуждения людей, благодарности, для этого Он попускает все истреблять огню, дабы и самоприносами приносящие познавали отсюда, что все делается для их же пользы. Для чего же, скажи мне, Он и вообще попускает приносить Ему жертву? Опять по снисхождению к слабости человеческой. Так как люди, мало-помалу предавшись беспечности, имели впоследствии изобретать себе богов и им приносить жертву, то Бог предварительно благоволил, чтобы жертву приносились Ему, дабы, по крайней мере, через это отклонить от гибельного заблуждения, не имевших предать себе нечестию. А что все это допущено им действительно по снисхождению? Смотри, как впоследствии времени Он благоволил усыновить и обрезание, не потому, чтобы оно могло сколько-нибудь содействовать спасению души, но для того, чтобы иудеи носили его на себе как бы какой знак и печать в доказательство своей благодарности, и чтобы не могли смешиваться с язычниками. 272 Вот почему блаженный Павел называет обрезание знамением, говоря, и знамение дал как печать обрезание, а что оно нисколько не служит к оправданию, доказательством тому вот и этот праведник Ной, который достиг до такой высокой добродетели, когда еще не было установлено обрезание. А что говорю? Сам патриарх Авраам еще до принятия обрезания был оправдан одной верою. Еще до обрезания, говорит Писание, уверовал Авраам Богу и вменилось это ему в праведность. Что же ты, иудей, гордишься обрезанием? Знаешь, что и до него много было праведников. Вот Авель по вере принес жертву, как и Павел говорит о нем. Вера и принес лучшую жертву Авель, нежели Каин. И Инох приложен, Иной избавлено из страшного потопа за свою великую праведность. И Авраам еще до обрезания прославлен за веру в Бога. Так издревле и изначало род человеческий получал спасение от веры. Поэтому и человека, любивый Господь, попустил приносить себе жертвы, чтобы посредством их люди, тогда еще менее совершенные, могли выразить Богу свою благодарность и избегнуть заразы идолослужения. Если в самом деле и после такого снисхождения многие не избегли падения, то кто мог бы избегнуть гибельного заблуждения, когда бы не было употреблено такого снисхождения? И обонял Бог благоухание приятное. Но не так поступил он с неблагодарными иудеями. Как же? Послушай пророка, который говорит, «Курение отвратительно для меня», Исаи 1,13, указывая на нечистоту внутреннего расположения приносящих, как там добродетель праведника сделала дым и смрад воню и благоухание, так и здесь. Порочность приносящих сделала и благовонный фимиам отвратительным для обоняния. Итак, прошу, постараемся во всем показать чистое расположение. Оно бывает причиной всех благ. Благие Господь обыкновенно обращают внимание не только на наши жертвы, сколько на внутреннее расположение, с каким мы их совершаем. И судя по нему, или приемлет, или отвергает наши жертвы. Итак, молимся ли мы, постимся ли, подаем ли милостыню, потому что это наши духовные жертвы, или совершаем какое-либо другое духовное дело, будем делать все это от чистого расположения, чтобы получить и достойный венец за труды. Весьма ведь странно будет, если мы труды станем переносить, а награды лишимся. Когда, то есть, будем совершать добродетель не по законам, данным от Бога, а можно по незреченному человеколюбию Божию и не совершив дела, получить венец, заодно только расположение. Чтобы убедиться в этом, посмотри на милостыню. Когда ты увидишь человека, лежащего на торжеще, одержимого крайней бедности, и поболезнешься в нем, и тут же устремив ум свой к небу, возблагодаришь Господа и за свое собственное положение, и за терпение этого бедняка, то хотя и не будешь в состоянии удовлетворить и утолить его голос, получишь, однако, полную награду за свое доброе расположение. Потому-то и Господь сказал, если кто напоет чашей холодной воды только во имя ученика, и истинно, говорю вам, не потеряет награды своей. Что маловажнее стакана холодной воды, но доброе расположение и это за это получает награду. То же самое найдем и не в противном случае. Долгом считаю говорить об этом вашей любви для того, чтобы вы, узнав это с точностью, укоренили себе чистое сердечное расположение. Послушай, что говорит Христос. Всякий, кто-то посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею сердце своем. Видишь, и здесь опять нечистое расположение подвергается осуждению, и за нескромный взгляд полагается наказание, как будто бы уже блуд совершен был на самом деле. Итак, зная это, будем всячески охранять чистоту нашего расположения, чтобы оно соделало наше приношение благоугодными Богу. Если оно вновь сделало дым и смрад воню и благухание, то чего не сделает с нашими духовными жертвами, и какого не приобретет нам благоволение свыше. И обонял сказанный Господь воню благоухание. Видишь, какова жертва праведника, как он по внешности, как она незначительна, но по чистоте его расположения является весьма великой. Смотри же теперь на беспредельную благость человека любивого Господа. И обонял Господь приятное благоухание. И сказал Господь, не буду впредь поражать всего живущего, как я сделал, впредь во все дни земли, сени, и жатва, холод, и зной, лето, и зима, день и ночь не прекратятся. 274. Какая необычайная важность благодеяния, какое величие человеколюбие, какой неизреченный избыток снисхождения. и сказав Господь, раскаялся, то есть употреблено человекообразно и приспособительно к нашей природе, не буду проклинать более землю за дела человека. Бог проклял ее за первого человека, сказав, тернии и волшцы будет произращать. И потом также закаянно, и вот так как он и теперь навел на землю такую всеобщую гибель, чтобы утешить праведника и ободрить его, чтобы то есть он не подумал про себя, что за польза от данного Богом благословения и от слов плодитесь и размножайтесь. Если мы размножимся, должны будем опять погибнуть. Ведь он и Адаму сказал плодитесь и размножайтесь. И однако навел потоп, чтобы говорю, но и не подумал так, и от этой мысли не чувствовал в душе своей постоянной беспокойства, смотри, какое Господь является человеколюбие. Не буду, говорит, больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его. Смотри, как ясно показал Бог, что он наложил проклятие на землю за нечестие людей, по тому, чтобы мы не подумали, будто он теперь дал такое обещание, потому что они сделали слушай, и говорит, потому что помышление их зло во всякое время. Необыкновенный вид человеколюбия, поэтому, говорит, не буду проклинать больше землю. Я, говорит, сделал свое дело и раз, и два, но так как вижу, что зло растет, то обещаю более уже не проклинать землю. Затем желаю показать великость своего человеколюбия, присовокупил. И не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Смотри, как Бог всем этим подает праведнику величайшее утешение, а лучше сказать ни одному праведнику, но и по своей благости и всему имевшему произойти от него народу человеческому. Означает то, что никогда уже не будет такого потопа и не постигнет вселенную такое всеобщее истребление. Вместе с тем Бог показывает и непрерывность своего благодеяния, во все говорит дни, то есть обещая вовеки не являть уже такого гнева и не производить такого расстройства в порядке времен года и состоянии стихии. Потому и присо купил предь в оседней земли сей нежат во холод и зной не перестанут. А тот порядок, говорит, будет неизменен. Земля никогда не перестанет давать свои произрастения роду человеческому и вознаграждать за труды земледелия. И времена года не будут перемешиваться, но холод и зной лето и весна будут в свое время года, так как во время потопа произошло нарушение всего этого порядка. И праведник в ковчеге провел все это время, как бы одну непрерывную ночь, то Бог говорит, теперь уже ни день, ни ночь не оставят своего течения, но их служение будет неизменно до скончания века. Видишь утешение, достаточно сильное, чтобы ободрить душу праведника. Видишь, какую получил награду за свою признательность, послушай же и в последующих словах, какую неизреченную благость явил ему Бог. 9.1.4 И благословил Бог Ноя и Сынов Его и сказал им, плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю и обладайте ею. До страшатся и дотрепещут вас все звери земные и весь скот земной и все птицы небесные, все, что движется на земле и все рыбы морские, ваши руки отданы они. Все движищееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную, дам вам ее, только плоти с душой ее, с кровью ее, не ешьте. Нельзя здесь не поделиться безмерной благости Господу. Смотри, в самом деле, праведник этот удостаивается того же самого благословения, какого удостоился Адам. И утраченное Адаму владычество возвращает себе своею добродетелью, или лучше сказать, по неизреченному человеколюбию Господа. Как тому Бог сказал плодите и размножайтесь, наполняйте землю и господствуйте. Так и теперь говорит. Смотри, здесь соблюдается только в другом виде то же самое правило, как в отношении к первому человеку. Как там Бог даровал Адаму власть над всем и дозволил наслаждаться райскими плодами, повелел только воздерживаться от одного дерева. Так и здесь, преподав Ною благословение и сделав его страшным для зверей, и починив ему всех пресмыкающихся и говорит, вот, все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травной даю вам. С этого-то времени начинается употребление в пищу мяса. Для того, чтобы через это возбудить людей к черевоугодию, через это воздавать благодарность Господу. Чтобы они не вздумали воздерживаться от употребления их, как посвященных Богу, он дает людям позволение употреблять животных в пищу, и через это освобождает их от всякого недоумения. Потом, как Адаму, дозволив пользоваться всем, Бог повелел воздерживаться от одного дерева, так и здесь дозволив свободно употреблять в пищу все, он и говорит, только плоти с душой ее, с кровью ее не ешьте. Что такое с кровью? Это значит удавлене, потому что кровь есть душа животного. 276. Так, ввиду того, что люди должны были со временем приносить животных в жертву Богу, он как бы дает им такое наставление, кровь назначена мне, а мясо вам. Это делает он для того, чтобы с самого начала остановить в них наклонность человека убийству. А что это правда, и что Бог дает эту заповедь людям с намерением сделать их более кроткими, слушай следующие слова. Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его. Душа человека в крови? Нет, не это хочет сказать Бог. Но выразился так по обычаю человеческому, как если бы один человек сказал другому, я держу в руках моих твою кровь, вместо имею власть умертвить тебя. А что душа человеческая не заключается в крови, об этом послушай Христа, который говорит, не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить. смотри Весь предаешься этому гнусному замыслу, то подумай, что он, человек, создан по образу Божию, удостоен от Бога столь высокого преимущества, и получил власть над всей природой, и оставь злое намерение. Что же скажешь, если кто совершит бесчисленные убийства и пролит множество крови, такой человек будет ли достойно наказан, когда будет пролита только кровь его одного? Не рассуждай так, любезный, но подумай о том, что этот человек недолго спустя получит нетленное тело, которое будет в состоянии терпеть непрестанное и вечное мучение. Заметь и то, с какой точностью Бог изрек заповедь. А человек и говорит, не проливай крови, а бессловесных не сказал, не проливай, но только плоти, с душой ее, с кровью ее не ешьте. Там не проливай, здесь не вкушай. Видишь, как не тяжкие законы его, как легкие и удобоисполнимы заповеди его, как он не требует от нашей природы ничего трудного и невыносимого. Иные, конечно, говорят, что кровь животных тяжела, земляниста и вредна для здоровья, но мы должны воздерживаться от нее не по этому умствованию, но ради заповеди Господней. Далее, чтобы мы верно узнали, для чего Бог изрек эту заповедь с такой точностью, для обуздания, то есть наклонности людей к убийству. Он говорит, вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней. Не без цели сказал, вы же. Но как бы так говоря, вы, немногие, малочисленные, наполните всю землю и обладайте ей, то есть имейте над ней господство и власть, и пользуйтесь ею. Смотри на человеколюбие Божие, как он наперед оказывает великие благодеяния, а потом уже дает и закон, и заповедь. И как Адама он наперед поселил в раю и даровал ему столько наслаждений, а потом уже повелел воздерживаться от дерева, так и здесь. Сперва Бог обещал, что он более не наведет такого всеобщего истребления и не покажет такого гнева, но оставит все стихии неизменно совершающими до скончания века свое течение и сохраняющими свой порядок. Сперва удостоил их, но и сыновей его, благословения, даровал им прежнюю власть над всеми животными и разрешил употреблять их в пищу. Потом уже говорит, только мясо с кровью его не ешьте. Видишь, как он наперед благодетельствует и являет неизреченные щедроты, а потом уже дает и заповеди. А у людей бывает не так. Люди наперед хотят, чтобы их приказания были исполнены, и что принимающие и исполняющие их приказания показали при этом полное усердие, а потом уже думают и о вознаграждении тех, которые оказали совершенную покорность. Но общий всех владыка поступает напротив. Наперед благодетельствует и множеством благодеяний привлекает к себе нашу природу, а потом уже дает легкие и удобоисполнимые заповеди, чтобы мы, побуждаясь и легкостью заповедей, полученными благодеяниями, ревностно старались об их исполнении. Итак, возлюбленные, не будем беспечны и нерадивы касательно исполнения заповедей, размышляя о прежних благодеяниях Божьих и о легкости заповедей, и о великости наград, уготованных нам за их исполнение. Будем бдительны и усердны в исполнении данных нам от Бога заповедей. И не оставим тех путей, которые Он указал нашей природе для спасения душ наших, но воспользовавшись, как должно остальным временем нашей жизни, очистимся от грехов и постараемся заблаговременно приобрести в себе великое дерзновение, особенно же теперь, когда еще остается часть Святой Четыридесятницы. В самом деле, и оставшегося числа дней будет для нас немало, если только мы захотим, хотя несколько, быть усерднее. Говорю это не потому, будто для исправления нашего от грехов требуется только это недолгое время, но потому что Господь наш, человека любил и милостью, и что для Него не нужно много времени, только бы мы приступили к Нему с великим усердием и готовностью, отрешившись от всего житейского. И, предавшись горнему влечению, так и невитяне, обретенные таким множеством грехов, как только показали полное искреннее раскаяние, то они больше как три дня успели умилостивить Бога и отменить произнесенный против них приговор. И что говорить о неневитянах? Разбойнику на кресте не нужно было и одного дня. Что говорю одного дня? Даже и краткого часа. Таково Божие к нам милосердие. Когда Он видит, что наша решимость исправится твердо, и что мы приступаем с пламенным усердием, то Он не медлит и не отлагает, но скоро являет нам свою благость и говорит, «Вот, ты еще говоришь, я скажу, вот я». Итак, решимся и мы в эти немногие дни показать сколько-нибудь ревности и по-надлежащему воспользоваться пособием поста. Оставив беспечность, будем возносить усердные молитвы Господу, проливать горячие слезы, постоянно осуждать грехи свои, показывать Ему как врачу наши раны и открывать язвы души, и спрашивать у Него врачевание и делать все прочее, что следует нам, сокрушение сердца, глубокое смирение, щедрую милостыню, а страсти, возмущающие наш ум, обуздывать и изгонять из души нашей, не предавать о корыстолюбии, не злопамятствовать на ближних и не питать враждебного расположения к собратьям. Бог ничего, ничего так не ненавидит и ни от чего так не отвращается, как от человека злопамятного и постоянно питающего в душе своей вражду к ближним. Так-то гибелен этот грех, что отвращает от нас и Божие человеколюбие. А чтобы вы убедились в этом, хочу я напомнить вам о притче евангельской, как один должник получил от Господина прощение десяти тысяч талантов, потому что припал к ногам Господина, просил и умолял его, жалься, сказанное Господь, жалился, просил его, и долг тот пустил ему. Видишь ли милосердие Господина? Тот припалший просил только дать ему отсрочку, потерпи, говорит, на мне и все тебе отдам. Но добрый, снисходительный и человеколюбивый Господин, жалившись над рабом, дал ему не столько, сколько он просил, но сколько он и не ожидал. Господь обыкновенно любит всегда превышать и предупреждать наше прощение. Так, когда тот умолял дать ему отсрочку и обещал выплатить весь долг, Господь, при побеждающей благости согрешения наши, жалившись, отпустил его и долг простил ему. Видишь, чего просил раб и сколько даровал ему Господин. Посмотри теперь на безумие этого раба. После такого снисхождения и неизреченного благодеяния, оказанного ему, надлежало бы ему самому сделать весьма сострадательным к собратьям. А он поступает совсем напротив. Вышед, говорится, этот самый раб, которому прощено десять тысяч талантов. Слушайте, прошу вас с вниманием. То, что случилось с этим рабом, может проникнуть до глубины души нашей и заставить нас исторгнуть этот тяжкий недуг из нашего сердца. И вышед, нашел одного раба, который должен был ему сто динариев. Смотри, какое различие. Здесь товарищ, должность сотни динариев. Там Господин требующий долга, состоявший из десяти тысяч талантов. И однако же, Господин, когда увидел, что раб просит, умоляет, простил ему. А этот, взяв его, душил, говоря, отдай мне, что должен. Что же дали? Тот пал, говорил, раб его. Прости. Замечай, как часто евангелист повторяет слово «слуга» его. Это не без цели, но для того, чтобы мы знали, что между ними не было никакого различия. И однако же, должник, товарищ, обращается к своему взаимодавцу с такой же униженной просьбой, с какой этот сам обращался господин. Ну, потерпи, говорит на мне, и все, возвращу тебе. Он же пошел, посадил его в темницу, доколе не отдаст должное. О, крайняя неблагодарность! Имея еще в свежей памяти оказанную самому ему милость, он и после того не захотел быть сострадательным, но сначала душил товарища, а потом посадил его в тюрьму. В 280. Смотри же, что далее? Товарищи его, видевшие происшедшее, очень огорчились, и пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Не сам пострадавший, да и как он мог, будучи заключен в темницу, но товарищи его, хотя лично не были оскорблены, однако же так огорчились, как будто бы сами потерпели обиду, и пришедшие рассказали обо всем господину. И смотри, как наконец разгневался господин. Тогда государь его призывает его и говорит, «Злой раб! Весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня!» Поистине отсюда можно усмотреть, сколь пагубно злопамятство. Когда господин требовал от раба уплаты десяти тысяч талантов, то не называл его лукавым. Теперь же, когда этот раб оказался жестоким к своему товарищу, господин говорит, «Раб! Лукавый! Злой раб!» «Смотри, как господин обличает раба в крайней злости! Разве ты, — говорит, — представил мне что-нибудь больше, кроме одних только слов? И однако ж, не принял ли я твою просьбу и не простил ли тебе весь этот огромный и неисчислимый долг? Не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? Какого же ты можешь заслужить прощения, если я, господин твой, простил тебе такой большой долг из-за одних тех слов твоих, а ты, не жалясь даже над своим товарищем и собратом, не преклонился на милость и не показал к нему сострадания, вспомнив об оказанном ною тебе снисхождении, но явился безжалостным и жестоким и не захотел помиловать своего товарища? Так вот, теперь ты узнаешь на самом деле, сколько зол причинил ты сам себе! И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Смотри, теперь господин гневается на раба и предает его мучителям именно за его жестокость к товарищу, чего не делал прежде, когда тот был посажен и должен такую сумму, то приказывает сделать теперь, предать его мучителям, доколе не отдаст весь долг свой, пока то есть раб не возвратить те десять тысяч талантов, в которых он уже получил было прощение. Весьма велико неизреченно человеколюбие Божие. Когда он потребовал своего долга и должник попросил от срочки, то простил ему, а когда увидел, что тот поступил жестоко и бесчеловечно с товарищем, тогда уже полагает предел и своему благоснисхождению, давая знать должнику самым делом, что он не столько повредил товарищу, сколько себе самому. Как тот раб бросил товарища в тюрьму, пока он не уплатит долга, так и господин предал его мучителям, пока он не отдаст всего долга. Это Господь сказал не просто о талантах и динариях, «Но разумеет здесь грехи и тяжесть беззаконий наших, дабы мы знали, что мы, будучи виновны пред Господом, в бесчисленных прегрешениях, однако ж по неизреченному его человеколюбию получаем от него прощение, если же сами будем жестоки и бесчеловечны к нашим ближним, и братьям, имеющим одну с нами природу, и не просим согрешений их против нас, но станем питать к ним злобу и за эти маловажные согрешения, что значит 100 динариях в сравнении с 10 тысячами талантов, то же самое и прегрешение наших ближних против нас в сравнении с нашими грехами против Господа. То навлечем на себя гнев Господа, и в чем прежде получили уже прощение, то опять должны будем заплатить муками». «В самом деле, дабы мы знали, наверное, что эту притчу Господь предложил для нашей душевной пользы, послушай, что Он присовокупил. «Так и Отец мой небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брата своему согрешение его». Матфея 18, 35. И точно, много может быть пользы для нас от этой притчи, если только мы захотим быть внимательными. «Имеем ли мы в самом деле возможность простить ближним нашим столько, сколько прощает нам Господь? Притом мы, если захотим простить, прощаем подобным нам рабам, а сами получаем прощение от Господа». Смотри еще, какую точность в словах Господа сказал не просто, если не отпустите людям их прегрешение, но как, если не простит каждый из вас от сердца своего брата своему согрешению его. Замечай, как он желает, чтобы самое сердце наше было мирно и спокойно, чтобы дух наш был безмятежен и свободен от всякой страсти, и чтобы мы показывали совершенную расположенность к ближним. И в другом еще месте послушать, что он говорит. «Если отпускаете людям согрешение, то отпустит и вам Отец ваш Небесный». Матфея 6, 16. «Не будем же думать, будто мы, прощая ближнего, ему оказываем благодеяние или великую милость. Нет! Мы сами тогда получаем благодеяние, сами для себя извлекаем отсюда великую пользу. Равным образом, если мы не простим ближних, то через это им нисколько не сделаем вреда, а себе приготовим невыносимую гиенскую муку. Поэтому прошу, зная это, не будем никогда злопамятствовать и питать вражду к тем, кто сделал нам неприятность или другую какую-нибудь обиду. Но представляя себе, какое благодеяние и дерзновение пред Господом они доставляют нам, а больше всего то, что примирение с оскорбившими нас заглаждает наши грехи, поспешим и незамедлим примириться с врагами. И размышляя происходящее от того пользы, покажем такое расположение к врагам, как если бы они были истинными нашими благодетелями. Если мы будем бдительны, то не столько пользы нам принесут люди, искренне к нам расположенные и всячески старающиеся угождать нам, сколько наша расположенность к врагам. Она сделает нас достойными небесного благоволения и облегчит бремя грехов наших. 282. В самом деле, возлюбленный, посуди, каково величие этой добродетели в отношении тех наград, которые Бог всячески обещал совершающим ее? Он сказал, любите врагов ваших, благословляйте гонящих вас, молитесь затворящих вам напасть. И так как заповедуемое было важно и весьма возвышенно, тот присовокупляет, чтобы вы были подобны Отцу вашему небесному, который солнцу своему повелевает сиять на злых и на добрых, и дождю проливать на праведных и неправедных. Видишь, кому уподобляется, сколько это возможно для человека, тот, кто не только не мстит оскорбившим его, но и усердно молится за них. И так не лишим себя по нерадению столь великих даров и наград, превосходящих всякое слово, но всячески будем стараться об исполнении этого повеления, и, употребив даже принуждение себе, приучим свою душу покориться заповеди Божией. Для того ведь я и сделал сегодня это увещание, предложил притчу и показал величие этой добродетели. Прощение обид. И обилие происходящей от нее для нас пользы, чтобы пока еще время, каждый из нас, у кого только есть враг, постарался ласковым своим обращением примирить его с собою. И никто не говори мне, я и раз, и два просил его, врага, но не согласился помириться. Нет, если мы искренне хотим примириться, то не отступим от врага, пока не победим его своими усиленными просьбами, пока не привлечем к себе и не заставим прекратить вражду против нас. Разве ему через это мы оказываем какую-либо милость? Нет, на нас самих переходят плоды доброго дела. Мы этим привлекаем на себя благоволение Божие, приобретаем в себе прощение грехов, получаем великое дерзновение перед Господом. Если мы сделаем так, то будем в состоянии с чистой совестью приступить к этой священной и страшной трапезе и дерзновением произнести те слова, содержащиеся в молитве Господней, оставив нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим. Посвященные верно знают, о чем я говорю. Поэтому, предоставляя совести каждого знать, с каким дерзновением мы исполнив эту заповедь, можем произносить эти страшные слова в то страшное время литургии. Если же пренебрежем эту заповедь, то какому подвергнемся осуждению, поступая вопреки словам своим, дерзая произносить слова молитвы безрассудно и легкомысленно, скопляя для себя боли и боли огня Гиенского и возбуждая против себя гнев Господа, радуясь и восхищаясь, видя, что вы с удовольствием слушаете меня и своими рукоплесканиями, показываете, что вы стараетесь расположить себя к примирению с врагами и привести в исполнение эту заповедь Господню. В этом-то и состоит врачество душ наших, в этом исцеление ран наших, в этом самый лучший путь угождения Богу, в этом самое верное отличие боголюбивой души, когда то есть мы все исполняем ради закона Господня и не поддаемся неблагородным мыслям, но становимся выше страстей, представляя себе благодеяния, ежедневно оказываемые нам Богом. И в самом деле, сколько бы мы ни старались, мы не можем, однако же, изобразить и малейшей части, ни тех благ, которые нам уже дарованы от Бога, ни тех, которые ежедневно не спосылаются, ни тех, которые еще уготованы нам в будущей жизни, если мы захотим исполнить его заповеди. Итак, каждый, выйдя отсюда, сделай это дело, поспешай к нему, как к величайшему сокровищу, и немедлий нисколько, хотя бы пришлось потрудиться или поискать, или совершить длинный путь, или преодолеть какие-либо затруднения, устраним эти препятствия. Об одном только позаботимся, как бы нам исполнить заповедь Господню и получить награду за послушание. Знаю, что нелегко и неприятно пойти к тому, кто враждует и злобствует против нас, встать и начать разговаривать с ним. Но если ты размыслишь о высоком достоинстве этой заповеди, о великости награды, и о том, что польза от этого доброго дела обращается не на него, а на тебя, то все покажется тебе легким и удобным. И так, содержая это в своих мыслях, будем побеждать худую привычку и с благоговением, расположением добрым, исполнять заповеди Иисуса Христа. Нам и от Него удостоиться, чтобы наград благодати и человеколюбием, благости Его, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и пресной, и во веки веков. Аминь.